Добрый день, уважаемые друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами продолжаем нашу вебинарную неделю. И сегодня у нас снова выступит компания Hypermethod. А перед тем, как передать слово Дмитрию Кречману, сегодняшнему спикеру, хотел бы обратить внимание на две полезные ссылки, которые находятся в самом начале нашего чата. Первый из этих ссылок ведет на наш сайт, на сайт Директ Академии, на его главную страницу, где располагается расписание, наше глобальное расписание на весь учебный год. И в этом расписании можно, во-первых, зарегистрироваться на все вебинары, которые будут проводиться вплоть до конца июня текущего года. А во-вторых, посмотреть записи всех вебинаров, которые уже прошли. Ну и вторая ссылка, это, собственно, ссылка на наш видеоканал на YouTube, где хранятся записи этих вебинаров. Сейчас там уже почти 280 записей ранее проведенных вебинаров. Ну и наш нынешний вебинар тоже уже записывается, и его запись завтра-послезавтра на этот канал попадет тоже. Так что записывайтесь на наш канал и будете всегда в курсе того, что происходит в Директ Академии. И, как всегда, хочу дать анонс на два следующих вебинара, которые пройдут в Директ Академии завтра и послезавтра. Завтра в 12 часов будет мой вебинар, который называется «Качество учебного контента. Советы практика». Ну, такое простое название, а тема очень непростая, потому что по поводу качества учебного контента «Сколько человек, столько и мнений». Вот мы и поговорим завтра, какие есть критерии, почему у разных специалистов по и-лёнингу разные подходы к качеству, и как же все-таки нам выйти на какие-то общие критерии, чтобы мы могли понимать, что хорошо, а что плохо в учебном контенте. Ну и в пятницу состоится перенесенное со вчерашнего дня, со вторника вебинар Софьи Багдасаровой «Историка искусства и искусствоведа». Напоминаю, вебинары Софьи всегда проходят на час раньше, в 11.00. И её тема, она тоже у нас каждый месяц выступает спикером по искусствоведческой нашей тематике. Она одна у нас в Директ Академии эту тему продвигает. И завтрашняя тема называется «Как Екатерина Великая играла в китайское искусство и почему рококо привело к французской революции». Я думаю, будет, как всегда, на её вебинаре интересно. И я этот вебинар зову не только тех, кто профессионально интересуется искусствоведением, но и всех, кто может уделить время этой интересной теме, потому что вебинары Софьи, они интересны сами по себе, просто как произведение искусства, скажем так. Ну что ж, я заканчиваю своё короткое введение и хочу передать слово Дмитрию Кречману, директору по маркетингу, для того, чтобы он провёл сегодняшний... Да. Добрый день, коллеги. Я надеюсь, что меня слышно. Ой, ещё большой такой фейс стал на экран. Ещё раз добрый день. Если какие-то проблемы со звуком, вы мне напишите в чате, да, но я так догадуюсь, что меня всё-таки в кинстве слышат. Она сейчас в крайней аудитории. Итак, меня зовут Дмитрий Кречман. Я представляю компанию «Гидрометод». Но пока я вам рассказываю, маленький опросик. Среди вами поставлено. Компания «Гидрометод» достаточно давно существует на рынке. Видите, вот. Да. Спасибо, что начали отвечать. С прошлого века. И мы занимаемся внедрением системы электронного обучения. в деятельность разных организаций. Про них я тоже чуть-чуть попозже расскажу в качестве обзора. Но тема сегодняшнего нашего мероприятия, она больше связана с не просто там с электронным обучением, но и с таким направлением. Оно в большей степени, вот, может быть, актуально для технических вузов, нежели чем для гуманитарных. Хотя я уверен, что и для, в общем, всех видов учебного процесса это будет любопытно. Необычным, не так распространенным, как в каких-то других, может быть, образовательных средах, я имею в виду, не нашим, не отеческим. Но, с моей точки зрения, очень любопытным, по крайней мере, то, о чем необходимо знать. Надо сказать, что, забегая вперед, и у нас, вот, тот модуль, о котором я буду рассказывать, или набор, даже комплекс, тогда изучение, он используется в ряде вузов, там, нижегородской, технической университетии, там, в ряде других, ну, про это я буду рассказывать. Но я думаю, что, да, спасибо за то, что вы наотвечали на вопросы, я понял состав аудитории приблизительно, поэтому могу, можем двигаться дальше. Итак, поскольку я начал с такого заголовочного слайда про проектное обучение, то, кстати, это, конечно, шуточного примера, но, тем не менее, классического, вошедшего на университетного аналога, да, и, наскоро, многие из вас не знакомы, такая традиционная технологическая цепочка, консерватория, аспирантура, мошенничество, актеров, соцсидей, ну, и там, в разных вариантах. И, вот, может быть, что-то в консерватории поправить. Вот, собственно говоря, то, о чем я буду говорить, это то, что можно поправить в любом учебном заведении, в том числе и в консерватории, для того, чтобы результаты учебного процесса были выше или лучше, да, не просто там набор аккредитационных показателей, но для того, чтобы большей практической направленности придать образовательному процессу не сталкиваться с ситуацией, когда ваши выпускники практически не готовы к полноценной работе на предприятиях рынка труда, и им приходится доучиваться либо самостоятельно, либо с помощью корпоративных университетов, там или сям. Ну вот, пока пойдем дальше, следующие слайды. Я сам выпускник в УЗА, я сам ковидателем физической наук и доцент. Я много лет преподавал у нас в Петербурге, а я сейчас из Петербурга уезжаю, в Санкт-Петербургском университете по специальности по образованию федератной математики. И не так давно, в мере, полгода назад, я взял программы нашей кафедры, которая готовится к специальности федератной математики и программное изучение ВМ, и посмотрел перечень учебных дисциплин. И немножко так пришел в такое удивление, расстройство большое. Всего лишь 5% учебных дисциплин из учебного плана соответствуют тем потребностям, ну а готовят программистов, да, вы сами понимаете. А я работодатель в том случае, потому что у меня компания, которая занимается внедрением программного изучения, и заработка его. То есть, я сам попытался найти выпускников моей же кафедры, к себе на работу, и не смог этого сделать. Потому что всего лишь 5% учебных дисциплин, сейчас не во время часов, а именно в количестве дисциплин, отвечают требованиям моим вакансиям, которые у меня объявлены. Это ужас. То есть, с одной стороны, люди тратят огромное, 95% времени на то, что мне не нужно, мне, представитель рынка труда, и всего лишь 5% в этом удельном весе полезная нагрузка. Может быть, конечно, это такой нерепрезентативный пример, в окрельной степени субъективный, но мне думается, что он во многостепенно не покажет. Для того, чтобы и эту проблему, в том числе, попытаться нести нарушить, и придумано проектное обучение. Метод некий, но и про это, собственно говоря, я и буду говорить дальше. Итак, два слова о нашей компании. Сначала наша компания занимается разработкой, внедрением системы электронного обучения. Я уже сказал. Продукт называется UMC 4G. Это единая платформа для автоматизации всех учебных видов учебной деятельности. То есть и аудиторное, и практические занятия, и дистанционное обучение. Все это может быть реализовано, автоматизировано с учетом учебного планирования, на базе наших платформе, которые называются EUNC 4G, и ключевой продукт центральной ломой системы называется EUNC 4G. Но около миллиона пользователей в России за рубежом проходят обучение на нашей платформе. Среди крупнейших, наверное, вводов, я думаю, что здесь в большей степени аудитория вводовская, это, например, Вайска федеральная университета. Там порядка 46 тысяч студентов, которые используют не эпидемиологические, а постоянные, а постоянные инструменты для них нашего форума. И порядка 8 тысяч, если я не ошибаюсь, преподавателей, которые выставляют оценки в виде журналов, выкладывают курсовые работы, проверяют курсовые работы, выкладывают материалы для изучения, ну и так далее. Все, что связано с этим делом, все в соответствии с инвеструными образовательными программами, с учебными группами и прочее, коммуникациями, и так далее. Московский государственный университет, Нижегородский технический университет, кроме я уже говорил, это все те учебные заведения, которые используют в нашем форуме, где достаточно большое количество людей. Ну и не из вузовского сектора, это вот, компания «Тековский», «Газпром», «Газпромнель», тоже десятки, сотни тысяч сотрудников, это система повышения квалификации российского гиброметаллического службы, Академия Росатома в Петербурге, корпорация «Иркут» это система электронного обучения для для инженерно-технического и летного состава, сплотам таких изделий, как Су-30, Яковс-30, МС-21, Градзанский большой самолет, система обучения, экипажа атомных подводных водок, это все те пользователи наши, которые используют нашу платформу для организации обучения. ну, теперь вот я надеюсь, что та часть инженерно-технического не была знакома, никого не слышала, эти примеры, где вот отчасти будет знать, что если вы, ну, там, медицина тоже, да, что если вы пришли к врачу, то, может быть, он подготовлен на нашу платформу, если вы сели в самолет, когда-то полетели, то, возможно, пилоты и бортпроводницы проходили обучение на басе на нашу платформу, ну, в общем, вот если приехали заправиться на гастром внести, то, на 100%, что персонал заправочной станции проходил обучение и оценку на базе на фастор. В общем, вот такие направления деятельности. Ну, давайте ближе к нашему обучению. Итак, система обучения существует, система электронного обучения существует множество, и наверняка у вас тоже какие-то присутствуют теми электронного обучения близки. Это может быть Moodle, Sakai, это может быть другие платные или бесплатные платформы. Но, тем менее, все они, в принципе, сосредоточены примерно на слайде, это примерно в рамках одного процесса. То есть, организовать приемное обучение некоторые в разных формах назначений или прием, формировать графики какие-то обучения, возместить учебные материалы, учебные курсы, провести контрольные мероприятия на базе которые измеряются из материалов, выставить итоговые оценки. Ну, в общем, процесс может быть длиннее или короче, но, в общем-то, примерно все это так же выглядит. В проектном обучении все несколько не так. Ну, и да, еще говорю, что проектное обучение, оно в целом, может, и не изменяет, да, просто дополняет, дополняет вот эту шланг-бусскую цепочку, которую мы сейчас с вами видим на экране, некоторыми новыми компонентами позволяет взглянуть на нее немножечко со стороны. Итак, вот как бы основные компоненты нашей платформы, про которые я говорю, и те из них, которые используются при организации проектного обучения. Итак, центральное место занимает платформа, как называется, ее МСР4G, это, собственно говоря, лома-система, система управления обучения. Но вдобавок к ней, помимо, например, учебного планирования, где руку, буквы всякие, да, и прочее, или бальной рейтинговой системы, тоже, с ней знакомы, есть дополнительный компонент, который позволяет полноценно организовать решение этих задач, о которых я говорил. Это что такое? Это модули, связанные с проектным обучением. Сначала мы как бы так со стороны посмотрим на него. Это база знаний, системы управления знаний. Это электронное портфолио, потому что у проекта и в рамках учебной деятельности тоже есть результаты, и эти результаты должны быть где-то зафиксированы, помимо отчета о проекте, я имею в виду в портфолио тех участников, кто выполнил эти задачи в рамках этого проекта. Это средства различного рода коммуникации, которые позволяют организовать распределенные и удаленные для моего действия в рамках этого проекта. Например, у нас есть система и класс, система вебинаров инвестиционного класса. Это вещи в значительной степени связанные с управлением компетенциями, что может быть нового до учебного процесса, и про это я про то, как связаны проекты компетенции конкретно. Про это я сегодня буду впервые рассказывать, так что можете меня кричиковать, часть моего выступления не отработана на другой территории. Естественно, эти компоненты связаны с мобильным обучением, и, помимо всего прочего, хотела бы сказать, что рядышком с проектом обучениями находятся организации деятельности официальных сообществ, поскольку именно там возникает независимая публичная экспертиза, которая важна часто для организации проектной учебной деятельности. Давайте дальше пойдем. Итак, вот на слайде я попытался отразить основную технологическую потребность действия, для чего вообще предназначена проектное обучение. С одной стороны, с правой заказчикам вступает рынок труда и требования рынка труда. А требования основные ключевые такие. Они заключаются в том, чтобы выпускник, приедя на свое рабочее место, его не нужно было доучивать или переучивать в течение месяца. А последние исследования в прошлом году говорят о том, что наш средний выпускник российского ВУЗа еще в течение трех лет минимум доучивается. Его эффективность его труда низка по сравнению с... ВУЗ не выдает на гора ту продукцию, кавычку продукции, конечно, тех выпускников, которые готовы сразу непосредственно работать. Почему? Потому что практики мало. У них могут быть знания, как я говорил, полезные или бесполезные, но практические составляющие, включая вопросы, связанные с организацией командной деятельности, те вопросы, которые, к сожалению, чаще всего не рассматриваются или не в должной степени рассматриваются в этой программе. Ну, как организовать командную деятельность при поточном чтении лекции не очень понятно. что еще? Конечно же, базисом является стандартная дисциплина и стандартный наш процесс, к которому мы все привыкли. Но, помимо этого, компоненты существенные в этом процессе это компетенции, то, что у нас с вами отчасти прописывается в ОЛГОСах, но в несколько ином ракурсе и разрезе я постараюсь про это сказать и про это показать. Да, коллегия проскочения, в самом начале нам было сказать, вебинарные делятся на две части. Я расскажу общие понятия на уровне презентации, а потом я покажу вам все это вживую, как это работает на примере одного из порталов таких демонстрационных шарик экранчик. Поэтому не ругайте меня, что есть слишком много слайдов и это объясняет для того, чтобы было проще понять, что будет происходить непосредственно в ВЭБе. И еще одна компонента, которая предпредшествует рынок труда, это электронное портфолио, потому что там создаточны все результаты и учебные, и неучебные деятельности, в том числе то, что мы можем зафиксировать в рамках проектной деятельности, поскольку помимо самого отчета или какого-то решения зафиксированного в отчете по проекту, мы можем проводить оценку деятельности, оценку деятельности того или иного участника проекта. Если обратиться к определению самого понятия компетенции как наблюдаемого свойства в деятельности наблюдаемого, то проект и дает нам основания говорить о том, что компетенции там не заправлены. не те, которые прописаны в ГОД, являются чаще всего декларативными, а именно те, которые наблюдаются в деятельности того или иного человека, а наблюдаются сторонними наблюдателями, но в данном случае я говорю про других участников проекта, если мы говорим о коллективном проекте. Итак, что такое проект, как информационная сущность, из чего он состоит, из каких информационных компонентов реализуется именно в программной среде, а именно те сущности, которые выражены в нашем платформе или в 4G, которые там реализуются. Итак, проект это команда проекта, субъекта, это материалы проекта, да, но в команде конечно есть возможно какое-то распределение ролей, может быть модератор, остальные члены команды. И, кстати говоря, участники команды, это не просто фамилии Ивана Петрова Сигров, это еще некие профили, поскольку у них есть роли, роли предполагают наличие различных компетенций, связанных с выполнением той или иной тех или иных видов деятельности в рамках этого проекта, технический писатель, тестировщик, ну например, я сейчас айтишник, компетенции беру, даже не компетенции, да, против деятельности, тестировщик, технический писатель, системный аналитик, программисты, каждый из этих людей, будучи участвовать в проекте, например, разработки программного обеспечения, должен обладать соответствующим набором компетенций для этого. Ну, по крайней мере, там, знать про черный ящик, в том случае, если это тестировщик, да, в ментозике белого черного ящика и тестирование программного обеспечения. Вот такого рода. Эти компетенции, более того, это принципиально важно для нас, поскольку мы говорим об учебном проекте, для нас важно зафиксировать не только сам пак отчета, то, что там в проекте выполнен и зафиксированы результаты, но и то, что поведение людей, в данном случае поведение людей, как раз, можно поверить, с помощью уровня развития компетенции изменилось в ходе выполнения этого проекта. Были люди до начала проекта и были те же самые люди по окончании его. И вот компетенции, наборы компетенций, уровни развития у каждого участника проекта были до начала проекта и как они изменились по окончанию. Вот тогда этот проект учебный, если мы изменили их поведение в рамках этого учебного проекта, нам важно этот гэп позитивный между тем, что было и тем, что стало. Это принципиальная такая штука. Далее более понятные вещи. Это материалы проекта, материалы для совместной деятельности, исходные регламентирующие материалы, например, набор ГОСТов, в котором методические указания по оформлению пояснительной записи к проекту и так далее. Это промежуточные результаты, которые могут получаться, например, по этапам и это основной результат, который выносится в качестве предмета защиты чаще всего то, что является резон коллективной деятельности. С учетом того, что этот результат включает в себя деятельность команды и по возможности не просто обобщает деятельность, но и учитывает условно коэффициент продавого участия, KPI каждого из членов команды его дуру при внесении в этот результат. Мы же тоже должны сами оценить номинально он участвовал в этом проекте и реально что-то делать. Это все процессы, которые мы пытаемся и умеем отчасти автоматизировать. Следующий план проекта. Важной оценностью плана проекта, поскольку мы говорим об учебных проектах, является то, для того, чтобы можно было их хоть как-то сравнивать потом, представьте, сидит преподаватель, чаще это комиссия, которая рассматривает те или иные учебные проекты, и они должны быть не этим сравнимы. Поэтому, как правило, все-таки планы верхнего уровня и проекта они должны быть более минифицированы. Извините, я живу в Петербурге, знаете, что Петербург это город дождей плохого здоровья, поэтому заранее вообще нет какой-то достаточной каши. Это план, в котором определяются этапы проекта. Для этапов определяются задачи, которые должны быть решены в привязке к команде и, возможно, в привязке к компетенции, потому что для решения той или иной задачи требуется наличие тех или иной компетенции. это результаты выполнения той или иной задачи. Дело в том, что если мы просто рисуем с вами какую-нибудь диаграмму Ганта по Microsoft Project, даже если свяжем эту диаграмму с реальными задачами и участниками через средства Microsoft, мы не получим связки информационной модели проекта с деятельностью людей и оценкой этой деятельности. А здесь для нас важна связь между тем, что сделали участники проекта, в рамках каких из компетенций, моделей специалиста, которого вы выпускаете, это очень важно, и какой результат был получен. мы на все это живем. Ну и последний блок это связан с инструментами дистанционных, так как проект организуется возможно распределенными командами, или по крайней мере работать с ним можно удаленно и распределенно хотя бы частично, то это естественные инструменты, с помощью которых эта совместная дистанционная деятельность может быть организована. Это и форумы, это и чаты, и вебинары, и какие-то встречи в формате вебинаров. Тоже мы все с вами будем. Вот примерно таким образом такие основные категории и сущности присутствуют в проекте, на основе которых могут быть реализованы учебные проекты на платформе Диплометов. Давайте дальше пойдем. Сейчас я быстренько покажу на слайдах основные странички, как это выглядит, и что состоит. По окончании перейду к демонстрации экрана, надеюсь, что это у меня получится, не всегда прямо скажу, что у меня аэрополит это получается, но надеюсь на все хорошее сегодня. Итак, план проекта, такая сущность, она принципиально важная, которая определяется модератором проекта, и включая в себя различного рода этапы. Вот здесь на слайде эта страничка из интернета, мы на нее живем, посмотрим, можно видеть, они там разным цветом определяются, задачки, которые слева и справа, показаны, исполнители по этим задачкам, из членов участников команды, с различными инструментами, выполнение этих задачек, например, как провести мигаловый штурм, обсуждение пояснительной записки, Естественно, мы должны все встретиться где-то, либо так, как сейчас, например, и в реальном времени обсудить, либо использовать форум для обсуждения, но важно то, что в результате этого обсуждения фиксируется некий результат. Результат может быть размещен в базе знаний, или вынужден куда-то в Вики, в Google Docs, не важно, что мы с вами зафиксировали и посмотрели на него. Результат выполнения этого плана это не просто закрытые задачи, но это такая таблица, где мы видим перечень всех участников проекта, и видим, кто в какой задаче из тех, которые были на предыдущем экранчике, выполнял, да, на основании этого мы можем рассчитывать теперь коэффициенты ключевые показатели эффективности того или иного участника команды. если среди у вас есть те, кто знакомы с продуктовой компанией Депремент, хочу заметить, что это очень похоже на учебный курс и ведомость успеваемости, либо журнал успеваемости, там разно называется, только лишь по вертикали не отдельные учебные занятия, а те задачи, которые ставятся перед командой проекта в рамках выполнения. И как раз эти коэффициенты трудового участия они как раз являются той цепочкой, которая связывает выполнение проекта и портфолио личное каждого из участников проекта. Для того, чтобы они попадали в портфолио, для того, чтобы нам с вами использовать и модель компетенции специалиста, потому что нам важно, чтобы команда была подобрана гармонично, чтобы у нас не было избытка тестировщиков или программистов, например, и не было ни одного системного аналитика, который бы смог поставить задачу, если мы говорим про айтичный проект. Для этого в рамках информационной системы, в рамках портала существует понятие профиля специалиста. У каждого участника проекта, помимо базовых данных, фамилии, имени, фотографии, есть профиль его компетенций. Те, которые у него де-факто существуют, и те, которые он собирается развить в скором будущем через те учебные дисциплины, например, которые есть у него в учебном плане. На основании этих данных менеджер проекта может подбирать себе в команду специалистов из общего пола. тех специалистов специалистов, которые имеют специалистов специалистов, которые специалисты. Например, в том же ВУХу я говорил больше 40 тысяч студентов. по профильной компетенции подойдут мне в команду, когда я ее формирую. Правильно сформировать команду. Исходя из предполагаемых потребностей проекта. И задача формирования команды динамической. Она может решаться на протяжении всего проекта. Жизнь так и происходит. Важно, что на этом этапе мы можем подключить инструменты фильтрации поиска данных по компетенциям и предлагать включить проект тех студентов, которые нам необходимы исходя из профиля общего необходимых компетенций для выполнения в рамках проекта. И конкретного профиля отдельного участника, который подходит для реализации технических функций в рамках моего учебного проекта. Эти компетенции важны еще и для того, чтобы в будущем мое портфолио были включены и представлены работодателем на Headhunter или SuperJob или непосредственно при распределении рынка труда. Именно те компетенции, которые я хотел бы развивать. Помните, мы чуть раньше говорили о том, что компетенции есть, де-факто, которые у меня сейчас присутствуют, и то, куда я хотел бы развиваться. Для этого мне тоже интересно посмотреть как потенциальному участнику проекта, куда я буду двигаться в рамках этого проекта, что я смогу развить и что в конечном счете представить моему будущему работодателю. Такая тоже связка на уровне информационной модели присутствует. Итак, что же, я уже повторюсь, да, что же мы таким образом получаем? Мы получаем, что на основании подбора членов команды проекта, исходя из набора профессиональных компетенций, мы можем распределять, ну, первое, гармонизировать состав команды, второе, распределять правильно с помощью инструментов, которые встроены в систему, между участниками задачи, да, потому что категории них тоже можно соотнестись с набором тех или иных требуемых компетенций для их решения. Собрать адрегированный профиль компетенций команды проекта, а не только одного участника, в целом команды проекта, да, и планово, то есть, заранее, и по факту, то есть, мы планировали, что нам потребуется там 25 компетенций, на самом деле, оказалось, что не 25, а 27, и из них 5 ненужных, и еще получили 7 тех, которых мы не учитывали заранее. На этом основании мы строим совместный план проекта, то есть, для всех участников, где для каждого из них выделяется та часть, которую он должен будет решить. И, в общем, вот эта общая схема, общая схема, она и реализуется в виде информационной системы на нашем портале, на портале 4G. Доконите, еще тоже маленький такой момент. Вопросы вы можете задавать, только единственное, что я и походу сделал, да, спросил бы вас задавать их на вкладочке вопросы. Чтобы они не убежали в общей ленте, мне было бы проще в конце нашей встречи их найти и на них ходить. Спасибо. Пойдемте дальше. Ну и один из последних, ближе вы оканцуете, подбирая последних слайдов, что нам дают эти связки между компетенциями, проектом, оценкой деятельности, участников проекта, дают очень интересные вещи. Мы не просто можем расставить мы можем условно квестеризовать нашу команду проекта на несколько зон. Ну, например, те участники, которые оказались нам не нужны по причине либо низкого уровня владения предметом, то есть низкого уровня компетенции, либо мало задач на них свалилась. То есть это как раз группа риска, роль которой требуется пересмотреть в проекте. Например, мы можем выделить чисто формальная модель, она то, что рассчитывается автоматически по команде проекта, исходя из всей представленной модели. это те участники проекта, которые проявили себя как эксперты, выявленная их экспертиза, это ценностная такая составляющая. Мы на основании этой модели можем выделить группу лидеров проекта, не номинальных, которые были обозначены в качестве модератора, например, но лидеров де-факто. это люди, например, эффективные те, которые требуют удерживать и их очень хорошо использовать в проекте. Ну и там группы разбора, про которых мы мало что можем сказать, и поэтому требуют более точные измерения или учетные субъективности. В общем, одним из результатов нашей специальной деятельности является не только сам фактор выполнения этого проекта, но и кластеризация команды проекта на несколько групп, с которыми можно отдельно работать. мы как методист в роли методиста можем для нас очень важный результат, кого же мы выделяем и по по импортизным основаниям. Опять же подчеркну, что этот расчет происходит автоматически на основании эффективности человека и уровня развития тех или компетенций которые оказались задействованы в проектах. и пойдем дальше. Пока пропустим про это я уже вам рассказал. И в итоге в итоге вот такой относительно итоговый слайд обобщающий тем, что есть направление отдельных задач, которые часто встречаются в области электронного обучения и почему-то не очень понятно лично для меня, почему они рассматриваются отдельно. Есть электронные портфолио. Их часто рассматривают просто как место хранения каких-то данных и результатов. Есть там профсообщество. Одно время помните, была какая тема популярная там какой-нибудь фейсбук в кавычках фейсбук для медицинских работников или что-то еще. фактически речь шла де-факто не об освоении бюджетов, конечно, мы не будем очень сильную тему затратить, но потребность была в том, чтобы формировать экспертные сообщества по-хорошему-то. Эта тоже тема почему-то рассматривается отдельно. Есть тема госовская управление компетенциями, специальными компетенциями на уровне учебных дисциплин и образовательных программ в целом. Это тоже тема отдельная. Хотя они очень значимы сами по себе, но они в рамках информационной модели управления учебным процессом не связаны ни с тем образом. Это отдельные разбросанные сущности. проекты для обучения и сегодняшние показать, что это очень взаимосвязанные вещи. Одно вытекает из другого. Они взаимосвязаны, и мы можем автоматизировать эту взаимосвязь, управляя процессами обучения, используя те или иные компоненты этих средств или сущностей для того, чтобы подготовить специалиста быстрее, эффективнее, производительнее, очень важно и соответствующего требованиям труда. Вот такая основная задачка. Я вижу вопросы, но я отвечу на них по окончании демонстрации, чтобы не прерывать поток речи, который у меня происходит, а вдруг закончится. Вот поэтому чуть попозже отличный вопрос. Итак, здесь все. Сейчас перейду к демонстрации экрана. Скажу о нескольких примерах. Например, портал Московского государственного социального университета на базе нашей платформы. Это портал Уральского федерального университета на базе нашей платформы. Это российский государственный социальный университет, более 40, там дистанционное обучение, порядка 700 дистанционных учебных курсов. Российская таможенная академия УБРС, здесь дизайн-портфолио, учебное планирование. Вот очень интересный проект, в котором мы участвуем. Это единая платформа дистанционного обучения для русской правоплавной церкви. объединяет себя. Проект начался в конце осени прошлого учебного года, сейчас находится в пилотной стадии. Это единая платформа для всех духовных учебных поединений в России, в которых учатся семинаристы и академии. есть мобильные компоненты есть, но про мобильные мы не будем. Маленькая пауза, техническая перехожу к экрану. в поиски поставьте плюсик, вы увидели, что должно быть в экране пошло. Итак, переключаюсь только на другой экранчик, и буду рассказывать про него. Особенностью «Мерополис» является то, что транслируется на экране. «Спасибо, я понял, достаточно плюс». К сожалению, не очень понимаю, только догадываюсь, что вы можете видеть. Итак, это портал, он не рабочий, в том случае, что не какой-то конкретный организаций, это демонстрационный портал, который я пытаюсь вам показать очень кратко, времени у нас не так много. основные принципы работы в Google при формировании использования проекта. Итак, я захожу на портал под своим логином и паролем, у меня он административный, чтобы можно было переключаться между различными ролями, поэтому не судите строго. Значит, есть много ролей здесь на портале, вы видите, тут есть администратор портала, есть менеджеры по знаниям, преподаватель, который ведет учебный процесс, в том числе есть менеджеры по обучению, типа методиста, в том числе есть менеджеры проекта. Давайте посмотрим впечатление менеджера проекта, как это выглядит, у него побольше всех, наверное, функций будет. Итак, вот, собственно говоря, у менеджера проектов есть его основной справочник, который называется проектом офисе и, соответственно, проекты. Проекты это те проекты, которые существуют сейчас на портале электронного обучения. Я открыл такую табличку, вот они тут. Понятно, что это демонстрационные проекты. Что мы здесь с вами видим? Ну, название проекта, когда он начинается, заканчивается и какое количество участников в каждом этих проектах есть. Ну, в одном там шесть участников, где-то три, где-то больше, может быть меньше. Ну, возьмем такой демонстрационный проектчик, там, заводка, автоматическая система кормления. Что мы здесь с вами видим? Это, собственно говоря, карточка проекта. Указано, когда он начинается, заканчивается. Ну, какая-то аннотация. И основные ключевые фигуры в проекте. Это модераторы проекта. Модераторы, да, какие роли могут быть в проекте? Помимо модератора, это руководитель проекта, он же может быть и модератором, да, чаще всего. Это внешняя экспертиза, то есть того, кого мы привлекаем, эксперта, кого мы привлекаем со стороны для участия в проекте, ну, например, для какого-то аудита или ревизии того, что мы делаем, или просто наблюдения в качестве куратора. Человек, который не выполняет какие-либо задачи, но мониторит наш с вами проект и может как-то подсказывать, да, к которому можно обращаться за консультациями. Тоже он, как бы, в сфере, в круге информационного взаимодействия находится в рамках этого проекта. Вот они здесь, да, участники модератора. Дальше, значит, материалы проекта. Это все то, что связано с хранилищем, либо используем данных, ну, например, постановка задачи, нормативно-техническая документация, перечень ГОСТов, по которому я буду делать проект, иллюстративные материалы, результат какой-то аналитики. Все, что я коллекционирую, может находиться здесь, в этом блоке информационных материалов, информационных ресурсов, куда они здесь представлены. В разных формах представлений есть, в виде карточек или в виде таблицы, которые я могу управлять. это могут быть ссылки, ну, вот они туда, я их тут могу структурировать, раскидывать, например, по этапам проекта, ну, связывать, в общем, ввести какую-то структуризацию вот эти карточки, так считаю нужным. Это могут быть ссылки, опять же, на какую-то аналитику вовне, там, в гугле или что-либо другое. Но важно то, что здесь я, собственно говоря, свою коллекцию материалов я и остальные участники и ведут их. А помимо этого прочего, это опросы. Дело в том, что, поскольку мы говорим про дистанционное обучение, да, и дистанционные технологии образовательные, да, даже с очень дотой называемые, то, естественно, нужны средства коммуникации. Эти средства коммуникации я уже перечислял, чаты, вики-форумы, блоги, они здесь у нас как раз так вставлены. Вот. Но, в том числе, как специфическая форма опроса, потому что, когда мы удалены, и там, вы в Владивостоке, а я в Калининграде, у нас разные счетовые пояса, то нужно как-то консолидировать наше понимание, как раз опросы, это такой инструмент консолидации нашей точки зрения. Притом, важно, что опрос проводится до того, чтобы зафиксировать некий общий результат. Мы сами чуть попозже про это видим. И вот здесь и готовятся эти опросы. Дальше. План мероприятий. Это первая задача, которая есть в ходе проекта, который я формирую. Переключимся. Ну, вот сейчас на ней есть введенные видео такой таблички. Давайте посмотрим, что здесь есть. Название задачи. Тут можно фильтровать, или какие-то выборки делать. Понятно, что сейчас задачи гораздо больше. Название задачи. К какому этапу проекта она относится? Поисковый, конструкторский, технологический, заключительный, какой-то этап защиты. При этом, да, хотел бы заметить, что эти этапы, в данном случае, мы говорим об этапах, это то, как можно их, как бы, типовые схемы, в которых делаются проекты. Типовых схем может быть несколько или много. И эти типовые схемы, в виде классификатора, описываются в базе знаний. Такие бывают типы проектов. Ну, там, короткие, длинные, технические, гуманитарные, социологические, там, смешанные, ну, и прочее. Вот, собственно, там это формируется, а здесь, при создании той или иной задачки, указывается, к какому этапу эта задачка, с каким этапом это относится. Ну, давайте посмотрим. Вот. Должно появиться у вас тут на экране. Это такая, собственно, та же самая, как мы сейчас с вами видели, только она реализована, ну, в другой форме, в виде такого таймлайна, где показаны этапы. Вот как раз пистограммки в центре, зеленые, там, красненькие какие-то, определяют, ну, подсказывают мне, что это за этап. Остановочный какой-то, аналитический, видимо, поисковый этап, да, и так далее. Вот это, изготовление макетов, и так далее. Мозговой штурм. Соответственно, здесь же указывается, что, ну, например, задачка мозгового штурма, значит, постановка задачи, то принимает участие в ней, ну, выполнена она или нет, в данном случае, отметка нет. помимо прочего, в том случае, если есть, бывает он, справа здесь показывает результат макетового штурма, ну, например, подготовки технического задания, собственно говоря, является самым техническим заданием на проект. Соответственно, здесь мы можем получить доступ по ссылке, кликном по ней, к документу, который является техническим заданием. А в случае, например, голосования по теме проекта, какой-то опрос мы проводили, что решили. Мы можем тут же посмотреть, что же мы решили. Голосование показало, что победила тема защиты кроек в ответе на взрыв. Прошу прощения за юмором, но что-то веселое. Это инвестиционный пример, не реальный проект. Моя задача, в данном случае, продемонстрировать основные функции и возможности. Результаты голосования будут фиксированы. Что очень важно, что по окончании проекта мы будем готовить пояснительную записку или отчет по проекту. И все основные результаты попадут туда. Они будут привязаны к этапам, к хронологии. Документ, формат варда. Мы можем там добавить уже литературу или воду какую-либо. Но вся основная сущность проекта, которая зафиксирована здесь, она будет привнесена и выведена уже в отчет автоматически. И что важно тоже, что она связана и в портфолио участников проекта. В моем портфолио будет указано в решении какой задачи я принимал участие и как это было связано с моими компетенциями, если я их задействовал. Вот таким образом выглядит план проекта. Давайте дальше пойдем. И есть разные формы его представления. Например, календарная форма представления на календаре в таком таймшите стандартном. в виде стандартного календаря. Дальше, что есть по реализационному задачи. Да, если кто есть, то использовал зеленый север, то знает, что там есть учебный курс и занятия. Так вот, то, что мы сейчас с вами смотрели, это и есть проекция учебных занятий, учебными задачами. Результаты. По вертикали все участники проектной команды. Можно посмотреть еще более подробно какие-то карточки у участников проектной команды. Если есть фотография, есть модифицированная фотография. По результатике задачки и отметке о том, в каких задачах они принимали участие или не принимали участие. Я, как менеджер проекта, могу отметить, сказать, что да, он принимал участие в этой задаче. Соответственно, это может отразиться в дальнейшем и на отчете, и на портфолио соответствующего Марине Федоровне. Ну, или, наоборот, тут же могу дать какой-то комментарий к деятельности этого участника. Ну, добавим комментарий. Ну, там, не важно, что, там, плохо, организует свою деятельность. Комментарий будет здесь, и, соответственно, он будет виден и участнику этому, Марине Федоровне. Вот, таким образом, выглядит результат, мониторинг ситуацию по проекту. Кому какие задачи поставлены, какие из них выполнены, а какие нет. Для того, чтобы считать, что проект выполнен успешно полностью, ну, соответственно, мы считаем, что везде должны быть поставлены галочки, либо, если это что-то автоматическое, как результат голосования, да, например, то, соответственно, тоже все задачи, короче говоря, закрыты. Таким образом, выглядит наш с вами проект с точки зрения, ну, когда мы смотрим на него в информационной системе. Естественно, у каждого из участников проекта есть свой личный кабинет. Ну, он примерно так же выглядит, я уже не буду его показывать, через который я получаю приглашение для участия в проекте, или мне назначают этот проект. Ну, например, если возьмем там, тот же автоклон дружок, то мы через, там, если мы хотим кого-то подключить, да, соответственно, можем найти всех участников других проектов, или вообще всех зарегистрированных пользователей на портале, и направить им приглашение поучаствовать в нашем проекте. Ну, там поставить галочки, нажать в кнопочку. Аналогично с экспертизой, с экспертами и с модераторами. Ну, в данном случае я как менеджер просто могу делать декларативно, в том случае, если делать модератор проекта, да, это не декларативно, а это по приглашению. Вход в проект по приглашению. Или каким-то образом переписывать, отправить там сообщение. Вот, коллеги, моё время потихонечку там заканчивается, да. Я попытался на премьере, таком, может быть, шутивом, корма-дружок, да, попытаться вам показать, как выглядит проектный офис в версии портала электронного обучения в реальной жизни. Ну, условно, в реальной жизни, условно, да. Скоро-скоро брыжёт. Ну, вот, кстати говоря, там, критика подмечала в чате, где-то, краем глаза видел. Вот, реальный проект разработки системы управления, вот, не знаю, что эти аббревиатуры означают, но Нижегородского технического университета, тоже вот тут выборы электронной базы, это, вот, на самом деле, реальный проект. Ну, принесённый, правда, сюда, на электронный портал, ну, вот так он выглядит там, в Нижегородском техническом университете. Ну, или кусочек этого проекта, скорее всего. Вот, коллеги, теперь я заканчиваю демонстрацию и готов буду ответить на ваши вопросы в чате. Ещё раз напомню, прошу вас задавать их на вкладочку «Вопросы», потому что в чате мне их очень легко очень легко потерять и не найти. Да, кстати, говорю, эти пять процентов, которые сейчас на вкладе вы видите, наверное, да, это как раз те пять процентов, о которых я говорил несколько ранее, о полезности и применимости всего лишь 5 процентов учебной дисциплины учебного плана, программистов, которые готовятся на той же кафедре, где я проходил обучение и преподавал, для нашей текущей айтишной деятельности нашей компании стоят, так сказать, 17-18 занимается. Вот поэтому 10 процентов. Так. Ну, давайте прочитаем, что вы меня там спрашиваете. Ну, Юлина тут спрашивает, кто будет миску мыть. Ну, что мне вам сказать. Это зависит от того, как вы построили план проекта. Если у вас есть такая задача, как мыть ее миски, соответственно, там определяется исполнитель этой задачи, один или несколько, и затем определяется качество выполнения этой работы, решения этой задачи. Другие участники проекта могут ценить, действительно ли была вымытая миска, и сделано ли это качественно, то есть уровень различной компетенции по миске доставшим или недостаточно. Соответственно, это попадет во все остальные. Вот, да, кстати говоря, и последний, я забыл вопрос, спасибо, что напомнили. Пока я отвечаю на вопросы. Прошу вас ответить на моих вопросах. Так, перехожу к вопросам. Как подбираете участников проекта, сколько времени на это может потребоваться? Как вы это рассчитываете? Как подбираются участники проекта? Слушайте, ну, в способах, наверное, с половиной всякие разные, да? Я скажу не как подбираются, какие есть инструменты. первое. Ну, первое, менеджер проектов или модератор проекта может пригласить, либо назначить в проект того или иного, любого участника, который зарегистрирован на портале. Ну, если его нет, зарегистрирован на портале. это что означает? Ну, давайте приведем такие аналогии. Это курсовая или дипломная работа. Я выбираю тему дипломной работы, согласую ее со своим руководителем, и в том случае, если мне нужны какие-то консультанты, да? Ну, курсовая обычно там или дипломная это один человек, но курсовые бывают коллективные. но если это коллективная работа, то дальше начинается процесс. Либо модерировать этот процесс руководителей дипломных работ или практики соответствующие, тогда он может назначать, либо он может предлагать кому-то войти в состав команды, либо я как менеджер проекта могу приглашать кого-либо. Инструменты вот такие. насильно заставить может только наверное учебная администрация в лице руководителя диплома, если мы в категории дипломов, да? Но чисто физически это те же галочки поиск людей и назначения. Другое дело, как выбирать их, как подбирать. Я говорил в самом начале о том, что мы можем использовать профиль компетенций и подбирать людей в проекты не по фамилиям, и даже не по учебным группам или учебным курсам, и даже не по специальности мы направим деятельности, а именно по профилю компетенций. Профиль может быть использован как текущей компетенции, так и в плане профиля, по которым я хочу развиваться, как слушатель, как учащийся. я в рамках проекта ставлю перед собой задачу развить ту или иную компетенцию или компетенцию. Исходя из этого, из того, что я хотел бы развить в рамках проектной деятельности, совместной проектной деятельности, компетенции, для того, что я могу у нас начинать времени, и система может мне, как модератору менеджера проекта, фильтровать людей на портале, а дальше уже кого из них выбрать, кого пригласить. Это мое личное решение. Приглашать кого-то из них, не приглашать. Ну, подобрать, да, и рекомендовать кого-то на состояние. Металисты, кто подбирают, ну, вы знаете, вот как, я вот доцент, я тоже в каких-то проектах участвую, и по, ну, по профессии я прикладной математик. Тут нет, каких-то профессиональных ограничений. Да, методист, он владеет методикой, а предметная область, профессиональная область, она может быть совершенно различной. Какие учебные заведения готовят сегодня качественных айтишников? Ой, слушайте, ну, этот вопрос не совсем ко мне. специалисты по рынку образовательному айти. Наверное, такие есть, уверен, но я не готов ответить. Самое трудное для специалистов. Ну, это всегда минимаксная задача, да, то есть найти максимально квалифицированного специалиста за минимальные деньги. Вот минимаксная, как я скажу, еще. Есть ли психологи, есть ли психологи при подборе, наверное, если я честно скажу, я айтишник, я не очень стараюсь с психологами, которые занимаются подбором. Если вспомните, у нас там старое советское время, то там были центры профориентации, и ну и сейчас же, да, такая тематика развивается, но кто они там останется, честное слово, я не знаю. Хорошо, коллеги, спасибо большое. Значит, обратите внимание, что на слайде, помимо моей фамилии и имени, есть еще адрес моей электронной почты, и мой номер стопового телефона. поэтому буду рад всегда вам ответить на вопросы, и если вам захотелось что-то попробовать, что-то попробовать, то предоставить доступ для того, чтобы вы могли самостоятельно это проделать. Ну, те же самые операции, которые выполнил я, но не в демонстрационном варианте, да, в вашем самостоятельном, чтобы вы могли создать мини-проектик на наших сервисах и попробовать это сделать. Мы всегда рады и открыты, готовы к сотрудничеству, поэтому пользуйтесь вот этим номером телефона и администрацией почты, буду рад, если эта информация окажется для вас полезной или для вашего учебного заведения, где вы организовываете учебный процесс. Да, кстати говоря, не только учебный процесс, этот проект наш, его впервые даже применили Евросип Энерго для организации проектов в области социальных, конкурс лучших профессий, например, такие вещи типа олимпиад, школы, конкурсная направленность деятельности это тоже материалы приложатся в примерно ту сферу автоматизации, о которой мы с вами говорим. проверим вопросы. На этом я хотел бы тогда попрощаться с вами, пожелать вам скорейшей весны. у нас тут в северном городе только-только снег сошел, еще не знаю, переходный период времени от зимы к весне, вроде весна еще не началась, зимы уже нет. но, чтобы у вас цветочки цвели, все было хорошо в жизни. Спасибо большое, прощаюсь, всего доброго, спасибо Павлу за то, что организовал такое замечательное мероприятие. Дмитрий, спасибо. Как всегда, четкий интересный вебинар от гиперметода мы сегодня услышали. Я хотел бы поблагодарить Дмитрия, поблагодарить всех, кто пришел сегодня и нас послушал и принял активное участие в нашем вебинаре. Напоминаю, что Дмитрий в течение второй части нашего учебного года каждый месяц выступает с вебинарами. Еще будет вебинар в мае и в июне. Приходите обязательно на его вебинары. Где можно посмотреть? Я уже ссылку давал. Давайте еще раз дам ссылку в чат. Это наше интерактивное расписание Директ Академии. Вот оно. Найдите внизу есть интерактивный элемент в виде оси времени. Его можно перещелкнуть и в мае и в июне найти вебинары Дмитрия и записаться на них. Зарегистрироваться. Всех вас я жду на новых вебинарах Директ Академии. Завтра и послезавтра, напоминаю, будут наши вебинары. Приходите. Будет снова интересно. Мы вас ждем. До свидания, Дмитрий. До свидания. Подписывайтесь ved. О что дом var